Несколько десятков членов партии ШОР и сторонников этого политформирования провели флешмоб в парламенте, объявив о предстоящих массовых протестах, запланированных на 16 апреля. Участники акции потребовали отставки нынешней власти, которая довела их до нищеты. Госумерная! 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 Государство, оно на нас не обращает внимания. Сказали, повысят пенсии. Так что мы увидели. Те, кто получал 9 тысяч, получили дополнительно полторы тысячи. А те, кто имел полторы, и до двух не дотянули. Нас не устраивает, что власть не обращает внимания. Не устраивает, что власть не выходит к нам и не объясняет, как справиться с этим кризисом. Что делать аграриям? Горючее дорогое, семена еще дороже. Так мы дойдем до деревянной сахи, потому что в 21 веке кто-то заботится только о личных интересах. Организаторы акции установили баннер с изображениями нескольких депутатов от ПДС, написав, что 40 депутатов от партии действий «Солидарность» стали миллионерами за полгода. Как заявил Аргеевский районный и муниципальный советник Анатолий Нямцев, Майя Санту и ПДС обладают высокой властью в стране, и поэтому вся ответственность за кризисы лежит на них. Этим миллионерам спаса без разницы, сколько мы будем платить за газ, за свет, за топливо и за продукты питания. «Ответственность за то, что происходит в нашей стране, лежит на пас во главе с Майя Санту». Примар коммунный пятр Аргеевского района сообщил, что в местном бюджете нет необходимых средств, чтобы оплатить счета за теплоэнергию. «У наших детских садов и школ нет денег для оплаты счетов за газ. У нас нет денег на оплату счетов за февраль. Мы вынуждены закрывать детсады и школы, дома культуры, библиотеки и примарии. А власти нам отвечают – ждите и экономьте». Ранее премьер-министр Наталья Гаврилица заявила о показании поддержки учебным заведениям в связи с повышением тарифов, для чего при ректификации госбюджета будет выделен дополнительно 1 миллиард леев на оплату счетов за электроэнергию и более 700 миллионов леев на покрытие растущих расходов по оплате коммунальных услуг учебных заведений. На наше обращение за комментарием глава управления по связям с общественностью администрации президента Лилиана Ангел заявила, что не комментирует требования протестующих. Между тем, ранее президент Майосанду заявила, что понимает озабоченность граждан растущими ценами на электричество, теплоэнергию и природный газ, напомнив, что правительство выделило в зимний период 3 миллиарда леев на компенсацию разницы тарифов на теплоэнергию и газ, а также о намерении Кабинета министров частично компенсировать расходы на выполнение весенних сельхозработ. Пресс-секретарь правительства ответила нам в письменном сообщении, что заявления протестующих не соответствуют действительности, никак не аргументировав это свое утверждение. Адриана Влас, глава пресс-службы парламентской фракции ПДС, отметила, что власти страны полностью осознают сложности, с которыми в данный момент сталкиваются наши граждане, которые вызваны ситуацией, связанной с войной в Украине и глобальным политическим контекстом. Поэтому, отметила она, руководство страны продолжает предлагать такие социальные проекты, как индексация пенсий на 13,94%, повышение минимальной заработной платы по экономике, удвоение числа семей, которым будет выделена социальная помощь, повышение на 75% фонда субсидирования в сельском хозяйстве, продвижение таких важных инфраструктурных проектов, как европейское село. По данным Национального бюро статистики, средние потребительские цены в марте этого года возросли на 22% относительно аналогичного периода прошлого года, а продовольственные товары подорожали более чем на 27%, непродовольственные – почти на 18% услуги, на 21% с лишним.